Хочется представить вашему вниманию лекцию на очень интересную тему «Актуальная логистика в Арктике и развитие Северного Московой Телемии». Прежде всего, я хотел представить наших гостей исполнителя директора Северного форума, Погадаемого Миколай Александровича. И Кирилла Стоксика, управляющего директора Кентра водительства в Арктике и Северного Форума. Ну и первое слово хотел представить, который Александр Вячеславович Миколай. Добрый день, дорогие коллеги и друзья. Позвольте мне от имени секретаря Северного Форума поприветствовать вас на сегодняшней лекции. Хотел просто коротко сказать о том, что, как вы знаете, Северный Форум – это международная организация, которая объединяет губернаторов северных стран, которая имеет около 30-летнюю историю своего существования. И сегодня мы развиваем международное сотрудничество между регионами. У нас в Новрегии есть наш бизнес-партнер. Это Северный университет Новрегии в городе Будда. И сегодня наш гость, к которому мы пригласили, совместно с Высшей школой инновационного менеджмента, приглавляет в Северном Университете Сахарикуки, здесь в Якутске, тоже как бы вместе с нами принимает Келли Стоквика, директора Центра логистики Крайдера Севера. Для нашей республики, конечно же, Северный морской путь и все, что связано с транспортом, логистика это огромного значения имеет. Вы все знаете, какие у нас расстояния, какова у нас инфраструктура транспорта здесь. Поэтому сегодня изучать передовый опыт, который существует в мире, конечно, нам необходимо. И я очень рад, что сегодня Вы нашли время послушать о тех тенденциях в мире, которые связаны с развитием Северного морского пути. в глобальной системе транспорта. Сегодня наш гость расскажет о деятельности их центра в некоторых проектах. И мы, я вот как же занимаюсь вопросами развития сотрудничества между Неводческим и Народным миром в рамках Ассоциации Неводороги мира. И мы совместно с этим центром разрабатываем сейчас проект, который связан с обеспечением доступа для наших традиционных отраслей, для продукции на внешние руки через Северный морской путь. Вы все знаете, что у нас в основной облоговой оленей, например, вся рыба, добывается именно в арктических районах. И чтобы у нас был доступ к мировым рынкам, к этой продукции в будущем, нам необходимо, конечно, развивать инфраструктуру в арктических районах. Поэтому Кель расскажет подробнее об этом проекте в своей презентации. Ну и я надеюсь, что сегодняшняя информация будет полезна вам для расширения кругозора и, может быть, в последующем участии в нашем сотрудничестве по вопросам образования. А здесь конкретнее вопрос по транспорту. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак... Дорогие друзья... Ужами студенты и друзья... Меня зовут Чемстофик. Я работаю как директор центр по районах логистической based в Чешкиноске. Меня зовут Кельстофик и я работаю в центре логистики в городе Киркене, Слорвегия. Этот логистический центр является частью университета Лондон. Если вы посмотрите на мак, то город здесь находится в округе на русском поле. Если, как вы видите вниз в карте, город Киркене находится на границе с Россией. Это граница длиной 97 километров. И это единственная граница России, которая неизменно уже 250 лет. По-моему, это говорит о хорошем соседстве. Университеты работают в России 27 лет. Мы работаем с университетами России уже 27 лет. И также мы находимся в региону, которая началась в корпорации близко с Россией с 1987 годом. И наше сотрудничество уходит в 1987 год. И это началось в 1997 после речи президента главы союза того времени Горбачева. Как вы видите, университет довольно большой, он покрывает практически 40% на Регии. И у нас тут городки в разных чистых странах, отмеченные красные на карте. И еще не отмечен новый офис в Мурманске. Но в синим отмечен наш главный партнер в лице России. Университет, олезо, газ, туристы. И также в этой аналогии Регионы. Как вы видите, в презентации регионы являются крупным экспортером энергии, продуктов питания, металла, газа. И также в этой значительной территории занимаются анонимодством. У нас 12 тысяч студентов, 3 тысячи из которых учатся в экономических факультетах. Наш девиз – глобальные проблемы имеют локальные решения. То есть, вы увидите очень маленькие виды в этой картине, которые были созданы в нашей стране. В нашей стране, в самом деле, вы видите какие-то картинки о рыбе. И наша университет – это одна из самых крупных в Европе, когда касается исследования и развития о рыбе. И вот многоговорящая фотография, которая была сделана в одном из наших регионов, где вы видите так называемую рыбьевую ферму, а наши партнеры и мы сами занимаемся разработкой рыбьевого фермерства. And this really was the biggest exporter in the world when we come to Summit, for instance. And we did export a lot to Russia before the sanctions. And we did export a lot to Russia before the sanctions. Here's a bit about the business schools, where our centre is located. And inside this centre you will find everything from transport, logistics, economy. We also have a big centre called the Business Centre for High North, where you can study and do research more into the final classes. We also do exchange programs with Russian University. Here's one example we mentioned. We do a program together with GIMO University in Moscow. This is on business and especially focus on energy. We also do programs together with the Chinese here at University. So you can actually combine the cooperation with Russia, China and Norway. And you can take a degree where you combine all three countries. Another project we do at University, before I go to our centre, is that we do a type of index. This index is showing business activities and opportunities in the Arctic, but also looking a bit at the population. And that's something we want to expand perhaps also into this region. We also develop a business index, which also reflects the growth of the population. We believe it's important for you as a student, but also for business, for governments to understand the background figures and want to study economics in this region to understand what's going around you. This is the only study where you actually can combine figures from each country. So make sure that you compare apple against apple and pair against care. This is difficult when you work with statistics. And the important part of statistics is to compare the right indicators with the right indicators. But in this project we can compare others, other regions and other countries. So it's very interesting. And how you see some figures showing, you know, percentage of population, you can look at development. You can actually look at development in age, between groups. And what's interesting to see, and you can see in this graph, is that people move from the north to the south. It's not particularly for this region, but also in our region. So we're looking for the big question, how do we make people to stay in this area, and how can we make it attractive for young people to stay in this area? And then I'm going more into what we are going on in our center. Our centers were started as a private foundation 10 years ago. And it started as a practical center because we wanted to look at the potential of the northern sea route, Arctic sea route, as a future alternative ship route between Europe and Asia. And look at the commercial perspective of this. And look at the commercial perspective of this. So at that time there was very little traffic, and we put some experts together from Norway and Russia. We did a workshop in Kirkenes with even Russian government representatives. It was a platform and said, how can we open this passage for commercial users? And after that we developed more into research, we do also a lot of information, we do analysis, we have a control map, we have what you call it satellite data on this route. And we became a popular university in 2016, so now we have to use our research knowledge to educate based on the research. So today I have a big base on our research, and I have explained it to the Comptest of Non-Asirate, and why this is so important for not only Russia, but for all in Europe. And also Asia, and why there is some interest in Asia for this novel. In Europe, you see, there is a bit resistance when it comes to thinking, how can we develop the Arctic? There is a discussion, one saying we should preserve, and the other thinking is we should develop in a sustainable way. In our university, in our university, it is more than a sustainable environment. Believe it, if you want to develop this in a safe and good manner, there is also potential for people living in the Arctic to use the Arctic. So, here is one of the reasons that I looked at before we started the center. Is this an app showing some of the minerals, fuels, resources in the area? Yes. And you see here, there is energy all over here. You know, it sucks the hair is much, but the hair is packed. All this that is produced, to take it out from this area, need to be transportable. And this will be the future driver for the route. I mean, this will be to get most of this out. The rest will be like transit, the follow-up opportunities, other types of power, but that will come a bit later. At the moment, this is the main driver. What is the main driver of the vehicle? What is the main driver of the vehicle? Here is one of the examples that we see is extremely important for today's development of the northern-sero traffic. What is the main driver of the vehicle? This is Yamal to the rest of you. This is actually showing the logistics scheme of the current LNG planning or development And the green hair is the areas that are actually imported. And as you can see, the route, you need to get the quickest way down to this area where you need it. So when it comes to gas prices, the market pays a bit more for electrified gas because it's easy to move. And as you can see here, the scheme is based on a special type of ice, glass, LNG carriers. I will show you some pictures later about it. These carriers can go in 2 meters of ice. They can go in 2 meters of ice. And by that they increase the sailing time along the sea route. Today the sea route normally operates between July to November-December. But with these new vessels you can expand the navigation period. So when we do analysis between the northern sea route, we always compare it against the Suez Canal, as you see here. If you go this way, you spend approximately 40% more time. And by using the northern sea route, you save 40% of time. So this is the upside to this transport scheme. You save money. You save money and you save time. You save money and you save time. You save money and you save money and you save money. And if you look at the demand for object energy, you see increases from this forecast from this screen. And you see clearly that there is a solution only in China for this. The Chinese economy, the new energy, they need to cut their use of black carbon. Sorry. So that's what's a bit about the function. But we also look at the water center. We look at the infrastructure. We're looking at type of port facilities. We're looking at railways, road connected to this in order to understand how we can develop the northern sea route as a new type of logistic system for the Arctic. Нам нужно рассмотреть порты и железные дороги, чтобы понимать, как можно развить северный морской путь. Мы можем рассмотреть порт в Тикси как точка для инвестиций, чтобы привлечь больший груз и больший перевозки в наши регионы. Другими вопросами являются безопасность и спасательные службы в этих регионах. Итак, все наши центры вместе с другими группами в университете делают много исследований о безопасности и безопасности. Мы также смотрим, как мы можем тренировать людей в безопасности и спасательных операциях. Мы также имеем нашим тренировочный лаб, где мы можем делать классы и сидеть в симуляторе. Мы также рассматриваем исследования в нашем центре и университете и исследуем вопросы безопасности. У нас есть тренировочные лаборатории, где можно симулировать некоторые чрезвычайные ситуации. Есть какие-то проблемы, но мы видим, что интересы увеличивают. И также увеличивают, особенно из Азии, чтобы инвестировать в порт в порт в порт. Мы даже приезжаем к Ефкене и хотим инвестировать в нашу порт. Делегации из Чины есть каждую вторую неделю. Вопрос хоть и непростой, но интерес проявляется, особенно со стороны Азии, со стороны Китая, которые приезжают раз каждые две недели, интересуются инвестициями в наши порты. Я бы сказал, что это же самое, например, в Норвест-России, в Норвест-России, в Норвест-России, в Китайских интересах, в Сабетта-Порт, в Ямал, в Китайских интересах, чтобы инвестировать. То есть инвестиции в Запад-России тоже поступают не только из самой России, но и из таких стран, как Китай. Это еще один пример нашего проекта. Это наша интерактивная карта, которую можно найти на нашем официальном сайте. Если вы воспользуетесь сайтом, то можно будет кликнуть на любой из портов и получить о нем подробную информацию. Еще один проект нашего центра – это свежка за движением по Северному морскому пути. То есть у нас есть база данных с движением всех кораблей по этому пути за последние пять лет. То есть у нас предостаточная информация, которую можно использовать для исследований. У нас есть подробности такие, как скорость, грузы, которые они везли, с какими трудностями столкнулись, какие препятствия были на пути и так далее. И это интересно. Этот пример я могу вам показать вам, что это вообще неизвестно. Это вообще неизвестный рк-7 контейнер-шип, контейнер 3,600 ТУ, но это было все время до Владивосток до Санкт-Петербурга. Это было все время до Санкт-Петербурга. Это было все время до Санкт-Петербурга, привлекло много продуктов, и в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. На карте отмечен путь современного грузового корабля Арк-4, который перевез 3600 тонн из Владивостока в Санкт-Петербург по этому пути. Среди грузов была также замороженная рыба. А также регулярным рейсом будет корабль Коско, проводящий товары из Китая. Это корабль, которые вы можете остановить на разных портах России. Этот корабль будет останавливаться во множестве разных портов России. Также вы увидите больше проектов, которые связаны с Санкт-Петербургом. На карте отмечены западные точки Санкт-Петербурга. И даже здесь вы можете построить рейсом. На карте отмечены западные точки Санкт-Петербурга. И в том числе, вы можете привести железную дорогу от Китая. Таким образом, вы можете идти к Санкт-Петербургу, привести все контейнеры, и вы также привести к Европе. Мы также собираемся продолжить привести железную дорогу от Киркенеса, которая будет связана с железными дорогами Европы. То есть, нужно будет привести груз в Киркенес, и потом дальше вести по всей Европе. И, here is a complete example of our maps. I can share with you a link to our website later on, so you can see this in detail. But you can actually click on these red lines, and you can follow one vessel where it goes. So, all these red lines are about 1708 vessels, I think? На карте видно 1708 кораблей, которые проходят по этому пути. And as you can see, this part here is the oil and gas terminal around the Yamal area, which is the, you can see the most red area here. This is the area where the ships go in and out of Yamal. And if you see there, to the right, you can see the land river here, you can see a traffic in the river, the connection monitor that is here. And you can see some of the patterns. And this is based on the fact there, you can see the distance from Chirkin as Murmanski, the other cities in Japan, Korea, China. And you can see here up to 19 days until the second time, if you go on this route. And, as you can see, the time for transportation is about 19 days, from 16 to 19 days. Compared to all the cities we've got, the main road in Tibet. And, as you can see, the more fast route takes 6 to 10 days, compared to the cities we've got, the main road in Tibet. And here you see an example of how this could move, either further. I know in some of you are studying natural science, so you will see that. Sorry to go back here a minute. When the ice is open in the summertime, and they expect it to be ice-free, 20, 20, 30, 20, 30, it's a prognosis, you can actually go across the pond. So, we need to upgrade to be prepared. So, this is important. We who live around the Arctic coast, that we prepare for this. Even though we see this, it takes some years, but we need to plan for this in order to have a good system in place, when it's open up. I gave you some examples, but if you look here, there is one driver that we see is coming more and more, when it comes to the northern sea route. So, this is the, they call it in China, the ice, the porous heat put. And the Chinese now have the new China Arctic policy, included the northern sea route as extended extension of the China's Belt and Road initiative, which is shown on this one. So, this transport plan of China is extremely huge. It consists of 65 countries. And they invest in ports in Africa, Asia and Europe in order to transport their goods in and out of China. And even though Russia is a part of this, they also pushing the northern countries to be a part of this scheme. So, China is also pushing the northern countries to be a part of this back-to-road mission. The global maritime transport plan is going to change a bit as far as we said, because now there is a lot of empty ships going into classic routes between east and west. There is ships that go to Africa, to Asia, to America, to seasons of foods, which might go empty back because of products. But with this non-insured opening, you will see some changes in this global car. Because then you can use and utilize these ships, which is today going empty. Another piece that we are looking at, also on this side, you see there is a new railway project coming up. And even here I know you're building a new railway up to Jakutsk, so it's interesting to watch for us. We are also looking at a new railway project here in Jakutsk. And understand how this big project is contributing to regional development in areas where they are built. And we are looking at a new railway project. And we are looking at how this project will help the development of the region. At the end, I wanted to mention a bit about the project we are doing together with the International Railroad Association. This is a classic project where we are looking at the potential of the sea route together with how can we, for instance, utilize the reindeer meat, slaughter it here, put it on containers. We are looking at the markets. We are looking at the markets. We are looking at the markets, through the logistic points, like, for instance, in Vermont, Iceland, Anchorage. We are looking at a new system of local products, local food from this area, and how can we take it on, for instance, this type of models and take it out. We are looking at the market. And here we are looking at how we can take regional products and bring them to the international market, through such ports, like Murmansk, port of Islandia or Anchorage. So how are we open for students as well to write master's thesis and do research around it to help us to distribute your success? Yes. We are looking at how can we get an idea, a product, out to the market, everything from the product idea, the production of that, we see here through our Flutterhouse, what type of innovation attached to that, and how can we get this out to the markets? That's the main idea of this project. And we also want to invite students to take part of the course at University of Buda, together with our partners here, we are looking at to bring some exchange students over to Buda. And we also want to invite students from your region to the University of Buda, to participate in the program. And we will combine this with entrepreneurship and innovation, with Arctic field courses that we have done before. So we are very much looking forward to do this, we will take on some applications and some students will be selected for that. Yes, we will be happy to take a request, and we will be happy to work with your students. It's all about schemes and help on innovation, and that's something we work very hard in Buda. Yes, in our university of Buda, we focus on how to use your skills and your mind to create innovation. It's important for us students also to learn a bit of language. Let's say, if you want to come there, you can even, if you learn English, you can take courses and attend the studies there in English. And you have a lot of Russian students, you have that for many years in Buda. Also, many Russian students did PhD degrees and stayed and working at the university today. So, practice innovation and study hard. Thank you very much for your time. So, you will be able to learn more about innovation, and thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention.